так друзья еще один короткометражный фильм вот это фильм о яблоне жигулевская как это случилось это случилось в 92 году я взял 5 гектар земли а слава о субботинском научном саде уже была широко распространена вот и 92 год и зимой 92 93 года я поехал в Байковой Галины Николаевны знакомиться с директором вот находился я два раза первый раз зимой вот я приехал говорю телефона не знал говорю здравствуйте здравствуйте я взял 5 гектар земли теперь я ваш коллега вот ну приняли хорошо почему в то время было самое трудное время финансовое даже каждый рубль привезенный со стороны это было спасением для сада который оказался без финансирования было по моему это 25 гектар если не 50 вот трактор у них был тракторный парк потому что хочешь не хочешь они полностью это я потом еще двух посещений убедился они полностью перепахивали весь сад называется черный пар и вот когда я приехал вот я говорю мне нужно сотню таких сотню таких сотню таких в основном зимних сортов и вот частности мне чем повезло среди нескольких сотен купленных внучеренков главным оказался сорт яблоня жигулевская прошли годы вот у меня получились великолепные урожаи вот если бы не сожгли сад наверное такое понятие как импортные зимние яблоки могло в нашем краю и исчезнуть вот молодые деревья давали по 10 по 5 по 15 по 20 вёдер вот когда-то снимал вернее уже печатал статьи свои фотографии невиданные сорта невиданный успех ну все этот успех прекратился когда его сожгли специально вот дальше в том времени я уже этот сорт перенес сюда но здесь у меня когда я накупил земли на 2 миллиона так как уже про меня уже знали но помогать никто не собирался хотите берите кредиты покупайте землю вот покупал 2 миллиона выложил своих денег и тогда мой сад увеличился вот этот запасной который стал основным после пожара где сгорело всех том числе 500 деревьев взрослых полносящих именно жигулевского вот а здесь повторить успех не удалось все было уже засажено там по принципу чего настолько нет вот и тогда мне это кстати уже видите сейчас повернусь я сел на ведро удобно вот это видите большую кучу это не мертвая выпиливала живые он они все с листьями видеть вот и вот так вот здесь было сплошной непроходимые джунгли здесь было выпиливать 20 огромных абрикосовых деревьев и вот сейчас подрастает молодняк и тогда понял что от государства спасения не будет в основном увлекался косточками вот и прошло время оказалось что надо возвращать былую славу именно яблоням потому что по всей окрестности разразилась страшная беда яблоневая эпидемия погибли сотни тысяч одномоментное так образом за год за два и она до сих пор еще не закончилась еще тлеет называю почему тлеет потому что уже умирать то некому у меня у всех соседей все погибло они резали резали беспощадно они научены были я рассказывал я показывал я привозил телевидение мы с иногорское телевидение представьте себе так это сейчас до 5 минут не приедут нету денег нет финансирования уже когда-то уговаривали меня сейчас отстаньте от меня от нас говорят они мне вот часовые фильмы снимали я кричал и говорил это страшная вещь это прекратите резать деревья это первая причина потому что она ослабляет деревья когда пришла беда это как больному допустим коронавирусом больному допустим как тяжелыми болезнями еще руки ноги отпиливать вот параллельно чтобы быстрее добить его вот так случилось яблонь и садами и нет у меня места для яблонь посмотрите через себя уже вставить вставать не буду вот без листья в это не это самое первое листья упали сусульский груш видите воду не абрикосы вот чего-то только нет на место для яблонь нет вот это я бы не уцелела как раз жигулевская и так происхождение и и вот кстати замену рассадить некуда будет она жива здорово ни одного листика нету который был бы ну как бы испортен ну то есть они они это обрезан но если ты немножко брал на сереньки ног в этот раз не погубил и и тогда я еще раз говорю происхождение субботинская гсу госсортоиспытательная станция вот тот момент байкова командовал кандидат наук и по совместительству мой друг вот и жигулевская оказалась я считаю с тех пор до сих пор испытал десятки сортов некоторые из них выдающиеся но по сумме качество кстати в этом году еще который раз говорю все мелкое мелкое потому что потому что упавшая засуха сильно сказалось поэтому в этом году я не удивляю гиготизму как привык ну вот средний размер жигулевского вот выражая как правило ежегодно это остатки я тут каждый день собираю и собираю и собираю и собираю собираю вот это уже остатки куда я дену он видите доедает и и они видите что и вот это вот вот все вот это не ягода да это яблоки это я оставляю мне не жалко а те которые еще не успели надгрызть я их соберу еще месяц полежат потом переспеют и тогда семечки пойдут к вам есть желающие все-таки начинать семечек особенно по южным регионам там вы знаете одно и то же семя на севере как будто они шкуры чует даст мелкие плоды допустим два раза мельче может быть не такие вкусные а на юге это же семечка может дать более благородное дерево это мы одно из моих наблюдений многолетних и тогда я сказал себе представляю вам сорт жигулевская вот как одно из самых до привита на сибирскую ягодную яблоню вот видите вот она прибита вот и спасу маку по совокупности именно качеств всех качеств а морозостойкость б урожайность в красота г крупность следующее идет д вкус она когда еще полежит месяц-два но становится таким же вкусом как летние сорта не зря у нее еще и второе в одни разных источниках в одних пишут зимний сорт он действительно зимний но посмотрите сегодня 8 сегодня 7 октября да зима задерживается в этом году так легкие заморозки иний ночами минус 12 это не зима это не серьезно по-прежнему листья все еще пытается начинает желтеть но еще это но еще многие вот как чеши все зеленые видите вот те вот она где самые эти зеленые это как раз сережки есть из брянка кстати тогда получается что меня просили пока же сорта сказать а просто сделать такой фильм скучно друзья пусть будет так сегодня рассказал про именно про яблоню жигулевскую вот на медне рассказывал это в кармане у меня валяется это есть волновидное яблони будущего у них нет никакого я не знаю что мне делать с этим сортом баргузин считается один из самых лучших она вкусно настолько что она не уступает этим жигулевским которые для меня жигулевская это для зимних яблонь это эталон вот а это почти зимний это осенний баргузин и вот тоже я разные пробовал колоновидные яблони вот это наверное самое вкусное есть вот но будущего у них нет жигулевская есть будущее она может быть по югу красноярского края кемеровской области алтай вот вообще по есть такое общее название западно нет восточно-сибирская низменность она тянется до красноярского края там везде по югу юг иркутской области даже бурятия даже там я уже говорю о том что есть микрозоны это микрозоны это где городская черта город сам себя греет южные склоны вдоль огромные их тысячи какие тысячи миллионы дач миллионы при усадных участков расположены вдоль незамерзающих незамерзающих рек ниже плотин вот набегает и везде вот это может жить только что у колонн нет тех красивых преимуществ которые якобы есть невероятная урожайность это сказки 15 лет на как клоновых подвоях в отношении это сказки вот мороз стойкость это сказки вот если я достиг определенного успеха то им надо заниматься еще лет 50 ну ладно 20 нету мне эти 20 лет вместе со мной прекратится история сибирских колонн вот железа сергей да сергей да вот это есть у него определенные достижение но просидел 12 часов на кране дальше говорить много он достигнет вот такие дела друзья давайте сделаем так на этом остановимся надо быть на высокой ноте что еще не умерло еще можно это продолжать рот колонн кто будет продолжать сергей пока с крана не съездить не сможет позовете его наука он за один из лучших привальщиков россии у вас таких специалистов нет или разу общался в этих университетах вернее не так университеты это образовательные эти не и с х вот тогда бы еще и был бы какой то чтобы вся сибирь покрылась колоннами жигулевскими ну продал я за свою жизнь несколько тысяч саженцев жигулевского несколько тысяч продал саженцев жигулевского филиппе еще может быть один два человека большинство из них давно убиты этими самыми обрезками и новоявленной болезнью которую я назвал бактериологический рак назвал его специально чтобы нагнать в жути никто ухом не помогал никто палец о палец не ударил чтобы остановить это болезнь вот хотя по моему и остановить невозможно пока все яблони не вымрут а если продолжать их резать из-за любви к искусству был неправильно то до последнего яблока останутся вот такие вот на всю на всю сибирь несколько вот и получается должно говорить оптимистические ноты оптимистическую что ребята это такое будущее у колонн но это по фрейду я имею ввиду у жигулевских вот в этих такое будущее такие у нее данные это невероятно это богатырь это это такие у них мощный это молодой дерево кстати у них мощный это самый скелет вот она приучена к сибиркам приучена видите приучена вот а почему еще я скажу там скоро сама становится запись так устроен этот фотоаппарат еще скажу раз уж я упомянул колонны и скажу ребята не верьте вас дурют так же как этот самый ракин говорил дурют дурют это в ихнем рыцаре наши опилки помните знаменитый монолог в ихнем рыцаре это он музей был наши опилки такой же музей превратили садоводство дурют вот проходит чуть-чуть еще про колонны это не колонна но запоминайте всегда проходит несколько лет и в средней полосе не только в сибири не то что она бесконечно плодоносить будет нет плодовое образование стало несколько вот ладно это вот я взял родное вот видите два три года назад вот здесь висела два три года назад вот проходит год-два максимум три все больше никогда плодоносить не будет это же относится и колоннам плодоношение переносится на боковые ветки и на боковых ветках тоже самое проходит год-два все боковые ветки пусты они уже бесплодные и уже вот это бесплодные и только смотрите куда переносится плодоношение и по этому принципу а у колонны полтора метра это прыжке как говорится в кепке и прыжке полтора метра больше не бывает ну два метра ладно никакого долголетия никаких суперурожая в россии не считая юга с самого крайнего юга и этими колоннами миллионами насытили рынок люди берут дурь собачья просто не берите ко мне с красноярска вчера приехали в фильм показывал александр и его друг вот эти два замечательных человека причем александр оказался моим земляком помните этот фильм я его угощал он отрезал по очереди каждый плод и ел и дегустировал как специалист из этого из средней назовем украины вот так вот получается следующее там говорит колонны усеянные этими яблоками просто усеяны а у нас этого не будет писать что это колонна у нас этого не будет никогда два-три года по отношению ходят на боковые ветки хоть ты назови это колонны многие кстати дурятся что это колонны вот это так легко вот учат отрезать боковые ветки чтобы сохранить колонновидность никогда больше двух-трех лет ни на одной колонне не будет вот этого два-три года все переходит на боковую год-два вот год-два тоже все пусто это с холодной россии о том что выдумать что 15 лет будет эта плодушка плодоносить вот об этом не знают даже те кто это пропагандирует их дело продать что будет потом их не касается все друзья теперь уже точно заканчиваю начал за здравие вот так выглядит жигулевские он они красавцы сегодня еще раз говорю уже скоро середина октября это зимний сорт на зимние и били по югу это осенний сорт считается почему раньше созревает раньше падают или раньше снимают и хранится всю зиму они уже не могут и возвращаясь байковой почему она меня угощала из погреба этими яблоками она байкова знаете когда это было в марте месяце конце марта я запомнил я приехал за черенками она говорит а вот это вот это кач вот это настоящий ученый носящий садовод угостила и сказала а вот это вот черенки 100 штук ваши вот так вот было это та самая гвардия садовая настоящая